Вильфредо Гомас – один из самых страшных панчеров в истории мирового бокса. Базука – хозяин ринга, но за его пределами он оказался чужаком. Жизнь ударила чемпиона сильнее, чем любой его соперник. Маленький портериканский мальчик обладал невероятным талантом, мощью и харизмой. Эти качества сделали его суперзвездой, подарили славу, деньги и женскую любовь. Искушения способны сломить даже самую сильную личность. За все в этой жизни приходится платить. Гомас расплатился судьбой, своим здоровьем, но его имя и легендарные Бэйны всегда останутся в памяти болельщиков сладкой науки. Он родился 29 октября 1956 года в метечке Лас-Монхес, что в Пуэрто-Рико. Город был полон ужаса, преступности и нищеты. Уже в юном возрасте Гомас был вынужден драться, чтобы сохранить свою жизнь. Таков был местный уклад – выживает сильнейший. Его отец Якобо и мама Пауло держали небольшой магазин по продаже конфеты и печенья. По вечерам отец работал в такси, он редко бывал дома. Благодаря его усилиям семья жила в достатке, на фоне общего высокого уровня бедности в Пуэрто-Рико. Старший брат Гомаса помогал отцу содержать магазин. А младшая сестра Лаура была глухонемой. Вильфреда много времени проводил с любимой сестренкой. Он заботился о ней и старался скрасить беззвучный мир маленькой девочке. Будущий чемпион активно помогал родителям. Он не отличался высоким ростом или внушительной физической формой, но он был гордым. Чтобы уберечь себя от насилия, парень быстро выработал удар страшной силы. Силы, которая выходила за естественные человеческие границы. Живя в таких условиях, ему приходилось зарабатывать на хлеб. Он ездил на старом велосипеде, продавая конфеты и леденцы. Он спал на изношенном матресе и мечтал о большем. Как известно, трудные времена укрепляют волю. Спустя некоторое время Вильфреда принял решение попробовать заработать деньги иным способом. Влажная штукатурка и минимум оборудования. Есть что-то суровое в латиноамериканских залах. В таких местах вы разве что ожидаете увидеть брошенных домашних животных. Но именно в таком месте юный Пуэрториканс оттачивал себе навыки бокса. Работая на лапах, он бил словно сквозь них. Уже в возрасте 16 лет Вильфреда Гомос представлял свою страну на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Гомос не взял ни одной медали, но приобрел ценный опыт. Два года спустя, в 1974 году, он выиграл вступительный любительский чемпионат мира, проводимый на Кубе, остановив всех четырех своих оппонентов. После этого Гомос продолжил участвовать в санкционированных и несанкционированных боях в залах по всему Пуэрторико. Молодого панчера серьезно считали большой пуэрториканской надеждой на следующих Олимпийских играх. Но по финансовым причинам он стал профи. Несмотря на его успех на любительском ринге, семья Вильфреда по-прежнему жила в нищете. Таким образом, любитель Лев Гомос провел 99 поединков, одержав победы в 96 боях. Мой отец любил бокс. Когда я выступал на высоком уровне, он серьезно переживал за меня. Моя мама мечтала о том, чтобы я стал врачом или адвокатом. Я ездил по миру, видел богатых людей. Мне не хотелось возвращаться в нищету Пуэрторико. Я мечтал о славе. Кубинский журналист Рене Моллино был поражен ударной мощью пуэрториканского бойца. Он назвал его правой прямой ударом базуки. Приставка «базука» стала частью имени Вильфреда Гомоса. Юный Гомос приехал в Коста-Рику, так как на то, чтобы начать карьеру в США, ему просто не хватало денег. Свой первый поединок он провел в Панамо-Сити. Поединок завершился в ничью, но вопреки популярной практике, ни один из бойцов не был засужен. Судя по заявлениям очевидцев, решение было справедливым. Это только придало Гомосу спортивной злости, и уже следующий бой он завершил нокаутом в первом раунде. Проведя еще три поединка, все из которых завершились досрочно, он взял реванш у своего первого оппонента, отправив его в нокаут уже в втором раунде. Серия досрочных побед не прерывалась. В 1976 году Вильфреда Гомос победил будущего выдающегося чемпиона Альберто Давилу. Давилу был не менее техничен, чем Вильфреда, однако Базука показал, что в целом как боксер он на голову выше. У него была скорость и мощь, а своими ударами в корпус он заставил течь бензобак Альберто. В девятом раунде, поджав визовик канатом, Гомос пробил апперкот в корпус, и когда Давилу согнулся пополам, тут же выстрелил апперкотом в голову, отправив будущего чемпиона в нокаут. В своем шестнадцатом профбою Гомос бросает вызов корейскому чемпиону мира по версии WBC во втором в легчайшем весе, Донг Юн Юму. Крепкий корейский ветеран был техничным, хитрым и опытным бойцом. Бой состоялся в мае 1977 года в Пуэрто-Рико и выдался достаточно зрелищным. В первом раунде Гомос оказался в легком нокдауне. В целом поединок проходил с переменным успехом то одного, то другого. В двенадцатом раунде кореец попался на страшной правой боковой Гомоса. Таким образом, Базука стал чемпионом мира. Гомос стал народным кумиром. Деньги, слава, поклонницы. Его семья переехала в центральный район. Мать и отец ушли на заслуженную пенсию. Любимая сестра поступила в специальную платную школу для глухонемых. Но Вильфредо мечтал не о народной славе. Он хотел покорить Америку. Чемпион продолжал выходить в рынок и сокрушать своих оппонентов. Я узнал, что левый хук по печени – опасное оружие. Я каждый день отрабатывал этот удар. Я научился использовать свою природную скорость, основу бокса. Я доводил свои действия до автоматизма. Бокс – это рутина. Изо дня в день ты делаешь одно и то же. Кому-то это покажется скучным, но я получал от этого кайф. В семьдесят восьмом году Гомос проводит защиту титула против бывшего чемпиона мира японца рояло Кабояше. В третьем раунде Кабояше был нокаутирован. Проведя еще три поединка, Гомос встречается с мексиканцем – Карлосом Зарате. На момент боя оба бойца были непобежденными. Рекорд Зарате составлял 52-0. Все кроме одной победы он одержал нокаутом. Рекорд Гомоса составлял 21-0. Стоит отметить, что Зарате ради этого боя поднялся из более низкой весовой категории, которую он также владел титулом WBC. Поединок продлился недолго. В четвертом раунде мексиканец дважды побывал на полу, а уже в пятом раунде угол Зарате выбросил полотенце и бой был остановлен. Субтитры сделал DimaTorzok Вильфредо Гомос после этого проводит еще несколько защит титула. Стоит отметить, что каждый из первых 32 побед он одержал нокаутом. В этот же период Дон Кинг обратил свое внимание на Базуку из Пуэрто-Рико. В 79-м году состоялся дебют Гомоса на рингах Америки. Об этом маленький Пуэрто-Риканец мечтал всю свою жизнь. Дон Кинг имел свои виды на Вильфредо. Он мыслил на шаг вперед. Многие из оппонентов Гомоса были мексиканцы. Американские СМИ тут же окрестили Базуку грозой ацтеков. Главным ацтеком мексиканского бокса был чемпион мира в полулегком весе Сальвадор Санчес. У Кинга возникли проблемы с организацией супербоя. Вильфредо пришлось избить обязательного претендента на титул Эдин Дукву, чтобы официально стать следующим кандидатом на поезд WBC. Вильфредо и Кинг активно раскручивали предстоящий бой с Санчесом. Базука был одним из первых спортсменов, использовавших современный вариант рештока. Он умел колко шутить, грамотно общаться со СМИ и соперником. Гомос эффектно вошел в роль суперзвезды. Он был фаворитом предстоящего боя из расчета 2 к 1. Но своим поведением Порториканец разозлил не на шутку Сальвадоре, за что и поплатился в ринге. Этот бой окрестили битвой двух маленьких гигантов. В первом же раунде Гомосу удалось нанести чистый силовой удар, который Санчес выдержал, а спустя несколько секунд отправил Порториканца в нокдаун. Оставшуюся часть раунда Вильфредо Гомос буквально выживал под градом ударов мексиканца. На удивление уже со второго раунда Гомос восстановился и имел некоторый успех, поддавливая Санчеса. К шестому раунду оба глаза Порториканца покрылись гематомами, а к седьмому практически закрылись. В восьмом раунде Сальвадор Санчес провел затянувшуюся серию по стоящему у канатов противнику. Потрясенный Гомос едва ли не вывалился за пределы ринга, рефери принял решение остановить поединок. У Порториканца была сломана орбитальная кость и сильно повреждены ткани лица. Он потерпел первое поражение в своей карьере. Вильфредо пытался добиться реванша с Санчесом, но судьба распорядилась иначе. В августе следующего года Санчес погибнет в ужасной автокатастрофе. Вильфредо появился на похоронах легендарного мексиканца и навестил его семью. По сей день он тесно дружит с семьей Санчеса и возлагает цветы на его могилу. Гомос спустился обратно в свой вес, одержал несколько хороших побед, в том числе над будущим чемпионом Хуаном Мезой. 3 декабря 1980 года Порториканец встретился в ринге с Луппи Пинтером. Бой состоялся в андеркарде шоу, главным событием которого стал поединок между Уилфредо Бенитесом и Томасом Хернсом. Кроме того, это был первый и единственный раз, когда оба этих боксера бились на канале HBO. Поединок выдался достаточно зрелищным. Третий раунд удостоился премии раунд года. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В 14 раунде драматичного побоища Гомес нанес удар справа в голову Пинтера, после чего тот оказался на канвасе. Пинтер встал, но после града ударов он тут же упал на канаты, вынуждая рефери остановить поединок. Многие эксперты называют этот поединок лучшим боем в истории второго легчайшего веса. После этого Гомес проводит два нетитульных разминочных поединка, а затем принимает решение вновь подняться в полулегкий вес. Не изменяя себе, Базука, перейдя на вес выше, снова нацелился на большой бой. Он встретился со своим соотечественником, Хуаном Лапорто. Вильфредо победил Лапорто в редкой для себя манере, решением судей. После этого боя общественность серьезно заговорила о том, что Базука стареет и уже не способен побеждать нокаутом на топ уровне. Затем Гомес подписал контракт на бой с Гансом, Азумой и Нельсоном, который перед этим провел потрясающий бой с Альвадора Санчесом, хоть и потерпел в нем поражение. Нельсон нокаутировал Гомеса в 11-м раунде, но попытки Пуэрториканца подняться – это одно из сильнейших проявлений мужества и воли, что вы могли увидеть. Карьера Базуки на закате, но все еще продолжается. Это было далеко не просто, но Гомес все-таки смог завевать свой третий титул в бою с выдающимся Рокки Локриджем. В 88-м году он вернулся на ринг, а в 89-м объявил об отставке окончательно. По завершении карьеры Вильфредо Гомес приехал в Венесуэлу. Он имел серьезные проблемы с наркотиками и несколько раз был арестован. Тем не менее, на то он и великий чемпион, чтобы преодолеть свои пристрастия. После тяжелой реабилитации Гомес снова вернулся в спорт, но уже в качестве тренера и менеджера. В 2006 году Вильфредо Гомес купил дом во Флориде, куда переехал с женой и четырьмя детьми. Он считается одним из величайших чемпионов первого полулегкого веса. И национальным героем Пуэрто-Рика. Он родился, чтобы бороться. Его гранитные кулаки и яркая личность дали миру множество легендарных боев. Пуэрто-Риканская базука Вильфредо Гомеса была оружием массового поражения. А сам Гомес сделал дивизион своей водчины на весь конец 70-х и начало 80-х годов. Не было другого такого воплощения ударной силы, как этот мощный нокаутер. Словно мощное снотворное, Гомес одного за другим укладывал спать. Спасибо всем за просмотр. Это была история Вильфредо Базуки Гомеса. Берегите себя и своих близких. И будьте счастливы. Вильфредо Базуки Гомеса Базуки Гомеса